Друзья, всем привет, с вами я EdScriber и сегодня мы поговорим о Xiaomi Mi 10 и не только Mi 10, а Mi 10 Pro и чем две эти версии отличаются. Сегодня мы разберем все сливы, которые были доступны на данный момент. В соцсети вейба всегда находятся самые популярные и правильные сливы, поэтому им я, друзья, доверяю. Мы сегодня полностью поговорим о характеристиках, разберем, поговорим также о дате выхода, о цене этого телефона и для кого, в принципе, нужен этот смартфон. Итак, друзья, перед тем, как мы начнем, поощряю вас подписаться на телеграм-канал, все ссылочки в описании, там скидки, купоны, также я составляю топы лучших телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспресс, в общем, различные топы, друзья, все по топчику, все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. А сейчас, друзья, вы видите, как я рисую смартфон, возможно, примерно таким образом он будет выглядеть, очень хорошие, интересные, красивые грани. Также мы посмотрим некоторые фотографии этого смартфона немножечко попозже. Начнем мы по традиции с экрана, здесь будет большой экран, 6,67 дюймов, это уже, в принципе, нормальное явление для 2020 года. Флагманы становится все больше, больше и больше, мы ждем, конечно, и SE-версию, которая будет немножко меньше. Здесь и в старшей, и в младшей версии будет AMOLED-экран, 6,67 дюймов. Часто кадров обновления будет 90 Гц вместо 120 Гц, как вы помните в предыдущей версии Redmi K30, там было 120 Гц. Это, по сути, их дочерняя компания, но здесь, в общем, 90 Гц. Конечно, не все программы поддерживают 90 Гц, к сожалению, но мы идем к этому. Скорее всего, постепенно программа будет переходить на 90 Гц. Так или иначе, вся индустрия движется именно в эту сторону. В отличие от Redmi K30, здесь будет AMOLED-экран, это уже очень здорово. Все будет более качественный, более дорогой экран стоять, нежели чем в Redmi K30. В Redmi K30 немного больше, 120 Гц, но это не дает ему никакого преимущества, потому что сам по себе экран не очень хорошего качества. Надеемся, что здесь AMOLED-матрица будет просто суперская, просто топовая, а самая лучшая AMOLED-матрица на данный момент от компании Samsung. Во всех сливах, которые обозначены на сегодня, не видно сканер отпечатков пальцев ни на боковой грани, ни на задней крышке. Соответственно, сканер отпечатков будет встроен в экран, но и тем более AMOLED-матрица это позволяет. Далее по модулям связи. Значит, 4G понятно будет, в глобальной версии будет бенды 1, 2, 3, 5, 7, 28, ну и так далее. То есть, 3, 7, 20 будут бенды, это уже очень хорошо. А еще будет 5G-версия, для нас это не очень актуально, потому что 5G-систем у нас еще нету, пока что не разлито. И для нас как бы 5G, ну есть и есть, в принципе не помешает на будущее, на перспективу, пускай она будет там установлена. Bluetooth будет 5.0, Wi-Fi 2.4, 5 ГГц. Здесь все очень стандартно, NFC будет и GPS, их китайский, который супер-супер точный, тоже будет присутствовать в этом телефоне. Здесь, в принципе, все прогнозируемо, как в обычной версии, так и в Pro-версии. А далее по операционной системе. Сразу же со стока, друзья, будет Android 10. Вот здесь прям спасибо большое. Со стока на Android 10, MIUI 11, соответственно, с переходом на MIUI 12. Какая она будет, очень интересно. Недавно, кстати, был релиз показан, да, что MIUI 12 уже готовится. Но китайцы торопятся, потому что рынок, рынок, да, не терпит отлагательств. А Xiaomi-шная проблема, наверное, скорее всего останется. Мы все надеемся, конечно, что MIUI 11 будет уже полностью адаптирована под этот телефон. Что не будет глюков, лагов, что камера будет сразу же стрелять очень симпатично и красиво. Но, скорее всего, по давней традиции компании Xiaomi, это будет сырая прошивка в начале. Где-то месяца 2-3, лучше 3 месяца пройдет. Тогда можно будет брать этот телефон, потому что тогда прошивочка уже будет подогнана. Все будет по красоте душевной. И тогда все будет окей. По поводу цветов. Конечно, Redmi K30 удивил. Цвета такие очень-очень яркие. Понятно, для китайского рынка это нормально. Для нас это не очень окей. Надеюсь, кроме розового, зеленого и фиолетового добавят еще классический черный, брутальный синий, но и некоторые другие цвета. По поводу камеры. Здесь отличий гораздо больше. Вот именно в Pro-версии и в обычной версии. Итак, давайте начнем сверху. Вот таким образом будут выглядеть камеры. На концепте, который я нарисовал, вы видите, да, что будет такой основной кругляш, который очень-очень напоминает компанию Huawei. Их флагманские телефоны. В Xiaomi, скорее всего, пойдет тоже по такому ходу. В принципе, концепт выглядит красиво, интересно. В младшей версии, ну, обозначим ее как младшую версию. Сверху будет камера на 5 мегапикселей. Это будет датчик глубины. А далее идет основная камера. Она посередине на 64 мегапикселя. И надеемся, что это будет камера от компании Sony. Далее внизу будет ширик на 20 мегапикселей. Здесь вот прям очень-очень хорошо. И будет еще один модуль, который встроен вот в эту полосочку, скорее всего. Здесь будет четвертый модуль. Это макросъемка на 12 мегапикселей. Про версия будет несколько отличаться. Первый датчик также будет на 5 мегапикселей. И далее основной на 108 мегапикселей от компании Sony. Мы, конечно же, все надеемся. И очень хочется, чтобы в отличие от Note 10 уже прокачали прошивку. Чтобы она не сильно жрала батарею. Потому что в режиме видеосъемки эти 108 мегапикселей убивают батарею напрочь. А внизу также ширик на 20 мегапикселей. И в этом островке, который слева, тоже будет макросъемка на 12 мегапикселей. Также обратите внимание на две вспышки, которые сверху и снизу. Вот в этом островке, который слева. Вот такой интересный концепт. По мне, друзья, выглядит очень интересно и очень красиво. Видеосъемка в Full HD качестве понятна будет. И 4К с хорошей стабилизацией тоже обещает завести. По поводу фронтальных камер самое интересное. Пока что непонятно, каким образом они будут выглядеть. Скорее всего, и это будет печально, они будут встроены в сам экран, как в Redmi K30. Основная камера на 20 мегапикселей, дополнительная на 2 мегапикселя. Компания Xiaomi обещала, что камера будет встроена в экран. Но камера самой не будет видна. По мне, друзья, скорее всего этого не произойдет. Потому что не успеет компания Xiaomi это сделать. Все-таки реально это очень мощные и крутые наработки. И наработки будущего. Далее, основной камень здесь будет 865 Snapdragon. Построенный по 7-нанометровому техпроцессу. И в той и в другой версии. Построенный он на ядрах Qualcomm Creo 585. И понятно, у них есть поддержка модема X55 5G. То есть, с этим процессором 5G будет обеспечено без проблем. По поводу видеоускорителя. Видеоускоритель Adreno 650. Это прям вот вообще просто пушка. Настоящий игровой видеопроцессор. Он способен воспроизводить 8К качество видео. А что вам, друзья, еще нужно? В Antutu он будет выбивать 546 тысяч. Это быстрее, чем даже A13 Bionic от компании Apple. Там 524 тысячи. Поэтому здесь, ну просто за глазом. Не знаю. Друзья, можно будет просто телефон подключать к компу. И давать ему еще необходимую мощность. Мин-джека, к сожалению, здесь не будет. Это очень печально. Но будет, как обычно, переходник лежать в комплекте. По поводу IP68 пока что ничего не понятно, не известно. В предыдущих версиях была следующая ситуация. IP68 устанавливали в телефон. Но так как компания Xiaomi не выкупала эту лицензию, она о ней не говорит на презентации. И в принципе нигде об этом не упоминается. Но хотя по факту IP68 присутствует в этом телефоне. Проверять, конечно же, не стоит. Стереодинамики. Здесь беда всегда у компании Xiaomi. И в этом случае, скорее всего, стереодинамиков не будет. Основная причина. Китайский народ не жалуется на этот момент. То есть, в принципе, им особо ровно. К сожалению, для нас китайский рынок это самый-самый главный рынок. Также дальше идет европейский, американский и так далее. Мы стоим не на самом первом месте. Это очень плохо. Потому что мы не можем задавать тон компании Xiaomi. Так как китайский рынок, в принципе, не сильно топит там за стереодинамики. Поэтому здесь у них все спокойненько и, скорее всего, будет обычный, хороший, хорошего качества динамик. Но он будет только один. По батареи. Батареи 4500 мАч. Здесь прям спасибо. Все окей. Прошка будет отличаться зарядкой на 66 Вт. Которая будет заряжать эту батарею просто в разы за 30 минут и меньше. Не про версии. Обычная десятка. Будет, скорее всего, зарядка на 30 Вт. Но насчет 66 Вт это еще инфа не подтвержденная. В обоих комплектациях, конечно же, будет лежать чехол. И релиз этого смартфона состоится уже совсем скоро. После 25 января. Но, возможно, компания Xiaomi задержится, как это обычно бывает. И релиз мы увидим уже в феврале. И продажи. Продажи тоже, скорее всего, будут в феврале. Давайте в конце пробежимся по версиям и по ценам. Итак, версия 6.64, 6.128, 8.128 и 12.256. Топовая комплектация. Первая версия будет стоить 3500 юаней. По сливам это примерно 30 900 рублей. То есть в районе 500 долларов. Начало где-то, да, телефона от 500 долларов. Далее версия 6.128. Около 4000 юаней. То есть 35 300 рублей. Версия 8.128. 4200 юаней. 37 100 рублей примерно. И топчик. Самый топчик будет стоить 12.256. 4900 юаней. Около 43 тысяч рублей. Плюс-минус чуть, может быть, еще больше. По мне, самая правильная и оптимальная версия. Это 6.128. Мне кажется, самая оптималочка. То, что нужно для человека, в принципе, на сегодня. Потому что топчик все равно будет играть очень даже неплохо. В игры, друзья, можно поиграться будет на этом телефоне. Мы уже совсем скоро, друзья, увидим. Я просто в предвкушении. Возможно, даже трансляцию проведем с прямым стримом, когда будет проходить презентация этого телефона. Друзья, всем хорошего настроения. Не забывайте подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видосу. Репостите. Друзья, пишите коммент. В общем, активите на этом канале. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok